День добрый, панове, витаю, шаново господарство, Mazda CX-9. Давно у нас не было тест-драйвов, давно мы немножечко так подзапустили это дело, надо продолжать и расскажем мы сегодня, конечно же, про новый автомобиль, который недавно появился в нашем рынке, недавно был презентован, его недавно везли, значит, спасибо, вот, холпи авто на Боровой за эту возможность, дилерская машина. Как вы понимаете, Mazda CX-9 на самом деле машина не такая уже прям совсем новая-новая, это уже на самом деле, можно сказать, даже какое-то третье поколение, потому что машина появилась изначально в седьмом году, это была первая генерация, потом был фейслифтинг, и это уже, как бы, можно сказать, третье предшествие, ну, второе поколение, да, но если считать фейслифтинг, то уже три получается, да, изменений. Значит, машина интересна не только эти, машина еще интересна тем, что это, это уже новый мотор, 2.5 турбо, про который тоже все его давно ждут, давно хотят его посмотреть, достаточно и тоже интересная штука, но про нее чуть попозже расскажу. Значит, по поводу вообще этой Mazda, этой тележки, если говорить по CX-7, CX-5 и вот эти маленькие паркетники, они все сделаны на базе Mazda 3, то есть это небольшая машина и, в принципе, там, по отделке не всегда было хорошо, все-таки это была именно троечка. Так вот, CX-9 сделан на базе шестерки, то есть если предыдущее поколение делалось на базе кузова ГГ, по-моему, там назывался, да, который был уже потом, взял этот кузов в оборот Ford, сделал платформу CD3, сделан на нем Fusion и Mondeo, куча других паркетников, там, Lincoln какие-то даже были на его базе, то эта вот машина сделана на актуальное поколение шестерки, которая, на самом деле, достаточно сильно отпочковалась от того, что было сделано для Ford, то есть это уже сильно перепиленная платформа в ГАШ называется сейчас, это сильно перепиленная ГГ-платформа от Ford, она уже достаточно отличается, достаточно серьезно, и вот на этой базе сделали Mazda CX-9. Надо сказать, что предыдущая девятка, она сначала с моторами 3.7 литра, это Ford'овский V6 Cyclone, так себе мотор, ничего особенного, достаточно жрущий, не едущий двигатель, да, простой, да, примитивный, да, достаточно надежный, ну как, условно, там тоже были косяки свои, но сегодня про него не будем рассказывать, в этом поколении они полностью уехали от Ford'а, поколение ГАШ, поколение шестерки в мотор вовкнули свой, чисто Mazda 2.5, значит, многие Skyactiv-G там, типа, да, но на самом деле никакого цикла Миллер-Аткинсона здесь нету, то есть в атмосфере это был, конечно, смысл дать больше дачи, улучшить наполняемость, улучшить продувку, бла-бла-бла, повысить эффективность, работать с высокими степенями сжатия в режимах малых нагрузок, ну, на турбомоторе это все большая глупость и смысла не имеет, это просто удорожание конструкции, то есть если бы это еще был компрессор, при помощи которого можно компенсировать недостатки Миллера-Аткинсона, не за, как это было в Миллени, как давно у Мазды, вот, это можно было бы еще подумать, там действительно это оправдано, компрессор просто нивелировал проблемы Миллера-Аткинса классические, которые там есть, на турбо это сделать достаточно трудно, хотя я знаю, конечно, Volkswagen этим балуется, но это глупость полная, ничего это ему не дает на самом деле, и едет он там хорошо только потому, что они попытались всунуть маловязкие масла, весь приход только от этого, здесь на самом деле ничего такого, повторюсь, Аткинсона нету, здесь обычный и классический мотор, единственное, что, конечно, прямо впрыск и стоит турбина, значит, что, какое есть волшебство по этому двигателю, ну, самое волшебное, понятно, стоит у него сзади, мы сейчас это не увидим, стоит турбина и вот эта хитрая система динамик турбо, которую они сюда внедрили, что это такое, зачем это нужно, тут надо немножко рассказать теорию ДВС, как это работает, все дело в том, что на самом деле турбине нужна скорость выхлопных газов и турбину нельзя поставить где-то очень далеко от мотора, там, где выхлопные газы остынут, там, где они потеряют свою энергию, там, где они уже будут лететь достаточно медленно, просто эффективность отдачи только турбины будет нулевая, мотор будет работать плохо, то есть неэффективно, скажем так, поэтому турбина всегда размещает как можно ближе к блоку и при этом выпускные каналы, если в атмосферном моторе пытаются их как-то, блин, продлить, сделать их какие-то с минимальными потерями, чтобы плотные газы как-то улетали дальше, инерционно за собой затягивали, другие соседние каналы продувку улучшали, то в турбовом моторе это сделать, в принципе, достаточно трудно и не всегда это оправдано, это не нужно, в турбовом моторе, наоборот, каналы пытаются заужать, фазы делать практически с нулевым перекрытием, оно практически у них отсутствует на турбовых моторах, и делать это для того, чтобы плотные газы как можно быстрее пролетали вот этот пульс до турбины, ее сильнее раскручивали, чтобы эффективность турбонагнетателя была максимальна. Значит, Мазда сделала ход конем какой? В принципе, это читалось, это у многих, наверное, я не знаю, первая ли здесь Мазда, может кто-то еще до нее это сделал, но Мазда на этом делает достаточно большой упор, Мазда на этом делает достаточно большой упор, она это отдельно освещала в своих презентации, они сделали, значит, обычно делают переменный впуск, длинные короткие раннеры, они сделали переменный выпуск, что это такое? То есть на нескольких оборотах они пускают выхлопные газы по очень тоненькому узенькому каналу, выхлопных газов это мало, наполнение цилиндров небольшое, дроссель открыть не сильно, соответственно, чтобы турбина раскрутилась, выхлопные газы загоняют в узенькую-узенькую трубу, грубо говоря, там узенькие такие отверстия, окошки, по которым выхлопные газы сильнее, быстрее пролетают и сильнее раскручит эту турбину, отдача выше, просто реально отдача на низких оборотах, когда выхлопных газов поток небольшой, в узеньком канале скорость увеличивается, и поэтому турбина раскручивается веселее, как только вы набираете определенное количество оборотов, открываются уже большие широкие окна, и выхлопные газы, когда их уже больше становится в объеме, они уже пролетают по большим каналам и тоже достаточно хорошо раскручивают турбину, не надо путать это с изменяемой геометрией, изменяемая геометрия, она просто направляет, выхлопные газы, там такие лепесточки стоят, они направляют выхлопные газы ближе, поджимают их к улитке, здесь же изменяется сечение самого канала, чтобы оно в этом канале, выхлопные газы двигаясь с более высокой скоростью, быстрее раскручивали, это более грамотный подход, это более грамотное решение, таким образом, Mazda якобы эффективно борется с турболагом, возможно, ну, по движению посмотрим, проедем, я пока не знаю, сказать нечего, значит, вторая фишка это коллектор, то есть, понятно, что с турбинок, я уже сказал сразу, длинный коллектор развитый, ставить глупо, это просто убьет ее эффективность, она просто не будет работать, они сделали коллектор достаточно короткий, но при этом тоже здесь попытались похимичить, попытались в этом турбовом зажатом коллекторе реализовать принцип такой инертной, инертного засасывания, такие вот волновые эффекты, когда выхлопные газы с соседних раннеров увлекаются за собой вот этим потоком, который летит из основного раннера, где только что произошла фаза выпуска. Коллектор у них, короче, здесь хитрый, и если вы знаете, коллектора бывают там 4-1, 4-2-1, здесь 4-3-1. Что это значит? Это значит, что не 4 раннера сходятся в один, а 3 сначала сходятся 2 в один, и потом еще 2 боковых, получается, 3 вместе идут, и они уже сходятся в один. В принципе, для атмосферного мотора, конечно, работать не будет, но здесь, когда мотор турбовый достаточно поджатый, наверное, какой-то эффект от этого может быть. Действительно, можно чуть-чуть, благодаря такой системе, сделать чуть-чуть лучшую продувку, чуть-чуть расширить фазы, потому что турбина всегда дает достаточно большой подпор на выпуске, она всегда ухудшает наполнение. Но при таком коллекторе, возможно, чуть-чуть удалось расширить именно фазы за счет эффекта вот такого инертного высасывания газов из соседних раннеров. По крайней мере, в своей презентации, опять же, Мазда про это опять же говорит, делаю сейчас ставочку, можете про это посмотреть. Короче, фишки две вот здесь вот, да, это переменное сечение выпускных каналов перед турбиной, и второе, это вот коллектор 4.3.1, якобы улучшающий продувку на турбовом моторе. Хотя, как говорить, турбовый мотор на самом деле такое маленькое реагическое отступление, почему я, кстати, не очень люблю турбовые моторы, почему я приверженник атмосферных моторов, потому что турбированный мотор всегда, во всех случаях, ухудшает наполнение и ухудшает КПД мотора. Если взять одинаковый мотор турбовый, атмосферный, поставить их, допустим, на трассу, поставить обе на круизе, то атмосферный мотор всегда будет экономичнее, всегда будет лучше. Но в чем проблема? Проблема в том, что мы ездим не только на трассе, мы ездим в городе. И в городе мотор должен крутить сам себя на холостых оборотах достаточно много и долго. Если вы поставите, захотите получить, допустим, там 400, там 300 лошадей, это много. Вам нужен атмосферный мотор достаточно большой, тяжелый, который будет большая массивная тяжелая поршневая. И когда он будет крутить на холостых, вот, он будет очень много тратить топлива на вращение самого себя. Это будет очень неэффективно. И когда вы возьмете какой-то маленький, там, мотор в два раза меньшего объема, с два раза более легкой поршневой группой, вот эта поршня, коленчатый вал, маховики и прочее, прочее, да, этот мотор будет, конечно, он будет турбовый, чтобы получить такую мощность. Конечно, на трассе он будет расходовать больше топлива, он будет менее эффективным, потому что КПД-черкторицу турбового мотора всегда хуже и ниже. Но в городе, в пробке, турбовый мотор будет расходовать меньше, потому что даунсайзинг, потому что ему легче крутить само себя, вот эти массы, потери, они значительно ниже. Вот эта вот дурная пустая работа, которая производится просто непонятно куда на нагрев атмосферы. Поэтому сейчас и пошла тенденция на даунсайзинг, на маленький турбовый двигатель. Это позволяет влазить в евро нормы за счет вот такого вот лайфхака, да. На самом деле это полная чушь и гораздо эффективнее работать с атмосферными моторами, добиваться хороших показателей у них. Ну вот, в современной тенденции не ушли, не прошли мимо и Мазды. И еще одна вещь, про которую хочется поговорить отдельно, которая вот находится прямо сверху, которую можно удобно и легко показывать, это система EGR. Я много делал роликов на эту тему, подробно вам рассказывал уже не раз, что EGR это на самом деле очень классная вещь, которая позволяет повысить мощность автомобиля, повысить его отдачу, повысить эффективность, увеличить крутящий момент. Ну, гаражная, понятно, гаражные спецы в этом ничего не понимают, они не знают, как это устроено и работает, но и бог с ними. Мы же расскажем, как на самом деле, как это работает у Мазды. Потому что Мазда это использует прямо вот, прямо очень жирно, толсто, значит, троллит этих всех самоучих, потому что на самом деле здесь на это делается очень большая ставка. Дело в том, что турбовый мотор, как вы знаете, при высоких степенях сжатия, при высоком надуве крайне склонен к детонации. То есть многие турбовые моторы, даже с прямым впрыском, вынуждены, заставляют пользователя, точнее, применять высококтановый бензин. И это не всегда экономически выгодно и целесообразно. Но, тем не менее, если этого не делать, моторы разваливаются. Можно сводить те же Ford, у которых проблема LSPI была понята достаточно широко и активно развивается. Вот. И моторы теряют мощь из-за этого, не очень хорошо едут. А Мазда же сказала как? То есть они сказали просто, чтобы, значит, мотор не развалился, нам приходится немножко читерить с картами, с прошивками, с настройками. И обычно моторы и у Мазды, и у всех остальных, они переходят в режим, когда температура в камере сгорания начинает понижаться путем заливания топливом. То есть заливая топливо в больших количествах, мы стараемся, точнее, и мозг машины старается понизить температуру и, таким образом, помимо отката углов, избежать детонации. Классический ход, но к чему это приводит? Это приводит к тому, что, первое, теряется мощность, то есть мы теряем крутящий момент в этот момент, когда мы начинаем заливать. И второе, у нас очень сильно начинает расти расход. То, что было, допустим, в той же Мазде ТХ-7, ее ругали за большие расходы, при этом на ней очень сильно было заметно, когда начинает шлить высококтановый бензин, там 98-й и 100-й, она начинает жрать реально меньше, причем сильно меньше. Это заметно, кстати, на очень многих турбовых моторах, потому что... Ну вот поэтому, потому что, чтобы бороться с детонацией, приходится заливать, а это приходит к огромным цифрам среднего на бортовом компьютере. Значит, Мазда сделала что? Мазда сказала, что мы знаем эту проблему, и они решили бороться при помощи EGR. Как известно, EGR понижает температуру в камере сгорания. Более того, на Мазе стоит EGR с теплообменником, с охладителем выхлопных газов. То есть это еще сильнее понижает температуру. Мало того, что мы подмешиваем инертные какие-то уже отгоревшие, отработавшие газы, там гореть уже просто нечему, все уже давно сгорело. Мы это подмешиваем туда в качестве балласта, вот, в камеру сгорания. Это очень сильно понижает. Так это еще при этом охлаждается и летит туда достаточно холодное. То есть, ну как достаточно холодное? Понятно, что оно будет равно температуре охлаждающей жидкости, но это уже не те там 600 градусов плюс, которые бывают на выхлопе этого автомобиля. Это очень грамотный ход, это реально хорошая, красивая методика борьбы с перегревом вот этого топливного заряда и с понижением риска детонации. Таким образом, Мазда опять же афиширует и говорит о том, что мы серьезно понижаем именно риски, мы серьезно увеличиваем крутящий момент на низах. Это главная ее фишка в этом плане. Она действительно позволяет работать более эффективно. И мы получаем и больший крутящий момент в большем диапазоне. Мы не зависим, не так сильно зависим, скажем так, от окружающих условий. Вот, и машина едет действительно с меньшим расходом и с большим запасом вписывается норма экологии. Но опять же повторюсь, с атмосферным мотором вся эта хрень, конечно же, не нужна. Это вот вынужденная мера, потому что у нас стоит турбо. Чтобы турбо вписать, приходится так вот изгаляться. Но еще раз повторюсь, EGR это классная вещь, которая действительно позволяет увеличивать мощность автомобиля, если ей пользоваться правильно. Ну и опять же, сама же Мазда в своих презентациях много раз говорила, что этот мотор рассчитан на октан 98100. Благодаря умным системам контроля двигателя, она, конечно, может работать чуть ли не на 92-м. Но они же прямо сразу говорят, что потеря мощности будет достаточно серьезная. Наоборот, с 4000 она просто перестает ехать. Но это ощущается, как потеря порядка 10 лошадей, 15 может быть. Здесь, может быть, если принять 98-й, можно получить полную мощность. И полную, хорошую, нормальную динамику разгона. Как-то так, да. По крайней мере, в данном случае, ну, это уже не мои выдумки. Тут уже конкретно прямо сама Мазда об этом говорит, предлагает эти графики. Поэтому хотите ездить на этом моторе эффективно, лейте 98-й и, может быть, даже и 100-й. В принципе, можно ездить, наверное, на более низкооктановом бензине. Но Мазда говорит, что можно. Я бы, конечно, наверное, не рисковал. Опять же, вспоминая вот эти проблемы с LSPI на прямом впрыске, не стоит, не стоит так рисковать и баловаться. Вообще, мотор достаточно неплохой в плане его ресурса. Пока, конечно, эксплуатироваться он достаточно мало. Может, какие-то просчеты и конструктивные косяки еще вылезут. Но на текущий момент считается достаточно хорошим мотором. И то, что известно лично мне, по крайней мере, меня лично не пугает. И каких-то проблем у меня лично не вызывает. Считаю, что он хорошо продуман, хорошо просчитан. Вообще, у Мазды косяки бывали очень редко с двигателями. И здесь, я надеюсь, тоже будет все хорошо. Так, подвигатель уже сказал. А, ну, коробка, коробку, наверное, не буду. Быстренько расскажу. Потому что коробка стандартная, коробка для Мазды, в принципе. Там SkyDrive называют. На самом деле, там, опять же, стоит iSyn классический. Хороший, отличный. Гидротранс. Никаких проблем, никаких роботов здесь нет. Бояться не надо. Все здесь хорошо. Полный привод тоже электроподключаемая муфта. Так что все по классике, все стандартно. Так, наверное, давайте полезем, посмотрим салон, посмотрим кузов и будем двигаться. 65 микрон, 70 микрон. Сзади 70 микрон. Задняя крышка. Пластик. Ну и крыша, давайте, в районе лобовика. 50 микрон. Да, ну что вам сказать, ребят, надо вот эти уязвимые места, возможно, бронировочной пленочкой пройтись. По крайней мере, вот это, опять же, резинки нету. Все это коньями может отбить очень быстро. Я бы все-таки тут что-то бы предусмотрел. Капот алюминий, вряд ли он будет жалеть, хотя сколы, может быть, будут досаждать. Крылья пластиковые, это, конечно, очень хорошо. Или тоже, наверное, не, пластик. Это тоже здорово. Вот, но, конечно, по поводу покраски крыши и всего остального, что-то у меня какие-то сомнения небольшие. Ну и по поводу посадки автомобиля, по поводу того, что мы здесь имеем в салоне. Ну, что сказать, все уже довольно электрическое, все достаточно продвинутое хорошо. Причем, хочу отметить, мне очень нравится, что сидушки очень быстро ездят. Обычно это как-то медленно, здесь прямо не какие-то на реактивной тяге. Это прикольно, хорошо. Есть память сидений. Ну, вообще, по посадке она такая достаточно высокая изначально. При этом, смотрите, я руль поднял максимум вверх и выцел на себя. И, скажем так, мне лично, ну, не то чтобы впритык, но как бы большого запаса я здесь не имею. Хотя, вот это все вокруг подогнано под водителя. Достаточно уютно, достаточно хорошо. То есть, вот, подлокотники на своей высоте, на своих местах. Тут все очень здорово. Ну, продуманная эргономика в плане контроля мультимедиа, музыки, улица, коробка. Все здесь именно в этом плане сделано неплохо. Вообще, архитектура напоминает шестерку. Возможно, на эту мысль меня наталкивает этот классический мазовский кругляшок по центру. Может быть, не знаю. Но, вообще, архитектура для Мазды узнаваемая, классическая. Если вы пересаживаетесь сюда, там, стройки-шестерки, CX-5, то все для вас будет привычно, ну, как везде. Колодцы те же самые, примерно похожи вот это вот торчащие из панели iPad, как я это называю в шутку. Из таких дешевых вещей, которые я который раз отмечаю, это вот эти вот крутелки климата, этот пластик. Вот он. Не, ну, нормально, фиксация есть, но вот именно тактильно он достаточно дешево вот ощущается в руке. Не знаю. Вот здесь бы какой-то вместо пластика алюминий какая-то железячка смотрелась бы очень хорошо и уместно. Вот. Ну, сделали вот таким образом. Который раз я это отмечаю, который раз здесь ничего не меняется. Ну, все остальное, в принципе, по классике удобно, все на своих местах. Ругать мне здесь нечего. Достаточно неплохой подлокотник с мягенькой кожей. Он, конечно, не выдвигается, он жесткий, но при этом здесь достаточно неплохо сделано место. И вот это открытие в две части, вы можете ехать, пассажир может это достать, вам не надо поднимать руку. Но это тоже плюс на самом деле. Вообще по материалам сделано хорошо. Вот прям хорошо. Я уже который раз говорю, я говорил в предыдущих обзорах Mazda, что здесь уже ощущается какой-то вот туда, ближе к Audi это все дело. Ну, лично мое впечатление от салона, от интерьера, от кнопочек, от тактильного ощущения, от руля, от панели, от мягкого вот этого всего изобилия. Ну, мне, я лично позиционирую эту машину именно вот сюда, вот ближе к Audi. Над головой тоже проблем никаких нет. Здесь нет люка, это, кстати, очень хорошо, потому что, конечно, освобождает место над головой. И в этом плане здесь тоже все замечательно. Давайте посмотрим второй ряд, что там. Ну, понятно, что у нас машина с тремя рядами, что второй ряд здесь можно двигать, подъезжать вперед-назад, вот, чтобы освободить место сзади. Мы давайте отъедем максимально назад, спинка регулируется по высоте. Я не буду заваливать усилий назад, честно говоря, мне так неудобно ездить. Вот в каком-то таком положении для меня наиболее комфортное будет в движении. Здесь реально огромный какой-то такой безразмерный отсек с подстаканниками и тут для зарядки телефонов два разъемчика можно положить, заряжать. Хорошо это сделано. Ну, единственная из претензий, что, что нужно придраться. Ну, с местом здесь прям, ну, совсем хорошо, конечно, это да. Вот, а что могу придраться, что диван высоковат, сам диван. Ну, у нас ноги не висят, диван высокий, но при этом все подлокотники, они падают очень низкие. То есть, я прям вот, хочется вот здесь вот где-то руки ложить, да, чуть выше, вот где-то на кулачок. Было бы классно, но мне приходится вот как-то сюда падать. Вот единственный косяк, который здесь можно, сказать, придумать. Ну, и таких мелких полезных ништяков, вот эта мне штука реально очень нравится, это классно. Вот, особенно когда у вас есть дети, когда вы вывозите, машина-то три ряда, семиместная. Возможно, с перестрелом возить детей куда-то в школу и так далее, если у вас там больше двух. То вот это, конечно, классная вещь. Ну, и очень тоже отдельно, хорошо похвалю, отмечу, что здесь есть зона климата, третья зона климата. Тоже вот это я всегда очень любил, всегда отмечаю, потому что создать свой микроклимат сзади, кому-то жарко, кому-то холодно, кому-то там еще это что-то мукачало. Дефлекторы немножечко направить себе холодненького или тепленького персонально, это вот классно. Вот это я в машинах ценю, считаю, вот это очень важную must-have опцию. Ну, по всему остальному, ну, места много, хорошо. Ну, вот единственный косяк, что да, подлокотники, они какие-то туда проваленные падают, чуть бы их повыше поднять. Но у нас же есть еще третий ряд, давайте я попытаюсь туда как-нибудь в семице и залезть. Ну, в принципе, в принципе, я как-то сюда уместился и что-то место здесь, конечно, может быть и есть, но классически, во-первых, самая главная проблема, что я сюда не влажу по голове просто никак. То есть крыша низкая сзади, покатая, место исключительно здесь только для детей, только так. Да, они здесь разместятся, в принципе, место им можно оставить, но серьезно это рассматривать как на постоянку я бы, наверное, не стал. И все-таки еще раз повторюсь, что если вы смотрите машину полноценно-семестную, лучше смотреть что-то нибудь типа там, не знаю, Town & Country, там Dosh Cruiser из них есть машина, Toyota Sienna, что-то такое. Потому что здесь, конечно, формально места есть и где-то там, если вам очень надо, привезти ребенка там одного-двух куда-то можно, но реально полноценно пользоваться этим на каждый день, мне кажется, будет достаточно проблематично. Ну, вот мое такое мнение. Ну, ладно, залезть сюда залез, формально протестировал, давайте пойдем дальше. Понятно, что он открывается уже с приводом в этом уровне, наверное, это надо делать. Но первая проблемка, вот обратите внимание, да, достаточно низко это все открывается. Ну и по багажному отделению давайте все это сложу, чтобы вам хоть как-то было понятно. Ну, во-первых, если он несложный, вы понимаете, здесь места нет совсем. Место там для одной сумочки, там сзади запаска внизу лежит, закрыта. Ну и вторая проблема, что когда мы это все сложили, понятно, что пытались сделать ровный пол, он, конечно, здесь получится, но из-за этого он очень сильно поднимается вверх и багажник по высоте сильно-сильно ограничен. Покрытие достаточно хорошее, то есть именно по качеству материалов, да, здесь карпит, но он нашит на вот такую достаточно плотную хорошую доску. Именно тактильно вот такие вещи ощущаются хорошо, потому что нет вот такого проминающегося, такого дешмана. По поводу вот этого пластика, говорят, что вот этот пластик, он царапается. Ну, ребята, чтобы вы понимали, вот эти вещи, конечно, царапины, может, оставляют, но просто строительным феном чуть подогреться, заводится на станцию, попросите, вот это нагревается просто строительным феном, немножко не сильно тряпочкой протерли и нет царапины. Это все исправляется очень легко. Значительно проще это исправить, чем нежели бороться вот с какими-то запахами, которые впитаются в это покрытие. Ну, коврик с резиной все равно просится, но, опять же, как пользоваться здесь ковриком, если вот это вы будете периодически поднимать, вот, и оставлять вот это вот место для багажника, ну, не знаю, наверное, какие-то решения здесь присутствуют. Ну, в плане багажника такое, значит, сомнительное удовольствие. Может быть, как многие говорят, чтобы, если бы этот ряд можно было куда-то вообще снять и выкинуть, тогда освободилось бы реально много-много места, могло бы быть решением. Ну, может, какие-то есть варианты, я пока не знаю, может, автомаркет что-то появится. В данном случае, конечно, оно вот так. Но есть крючочки, что хочется отметить, есть крючочки, есть свет, наверное, здесь вот вверху, да, на крышке. Ну, то есть, в этом плане все нормально. Розеточка, все присутствует, все хорошо. Ну, при желании есть, конечно, моменты, к которым можно прицепиться, к которым можно придираться. Вот, например, меня очень раздражает этот замотанный тканевый изолентный проводок, идущий, наверное, к фотохрому, к активации этого зеркала. Но как-то вот это можно было, конечно, облагородить немножко по-другому. Попадаются такие вот места, которые откровенно странные. Допустим, еще меня смущает открытие капота, открытие лючка-бака. Вот эти вот рычажки, они очень дешевые, они действительно вот из Мазды 90-х, прямо оттуда, откуда-то пришли к нам. Ну, по сравнению с той же Тойотой, здесь такого говна, конечно, гораздо меньше. Да, можно найти, где-то под сиденьями неприкрытая проводка попадается. Ну, это на самом деле такие вот мелочи. Ну, правда, это в глаза, конечно, лезет. Что еще хочу отметить, это по поводу цветовой гаммы, когда у нас черный потолок, черный салон. Кому-то нравится, я знаю, кому-то нравится. Кто-то вот любит, когда все зашито, там чуть ли не кожей, там какой-нибудь салькантарой, не знаю, чем еще. Кстати, кожа достаточно приятная, перфорированная на спинке. Есть подогрев, но нет, по-моему, охлаждения и вентиляции. Ну, это так, мелочи на самом деле. Может быть, совсем уже премиум меня потянуло, не знаю. Черт, на разметку наехал. Вот, но возвращаясь к этому потолку, к предпочтениям, честно говоря, вот этот вот излишний контраст, когда внутри все черное, снаружи, как сегодня прекрасная солнечная погода, все ярко-белое, для моих глаз немножко больно. Конечно, я привык к более светлым вещам, просто они практичнее для моего зрения. От вот этого черного-черного я немножко устаю. Ночью, поверьте, все равно, что у вас там, белое или черное. Ночью, блин, глаза одинаково работают по любым покрытиям, просто света нет вокруг. А сейчас такой контраст, ну, я не знаю, мне как-то вот трудновато. Движемся мы в городе. Сейчас едем 70 км в час, 69, давайте померяем шум на такой скорости. Ну, вы видите, 55, 6, 7, прыгает децибел. Тихая машина, прям совсем тихая. Я уже сколько раз замечал с последними поколениями Мазды, они очень сильно работают у меня в плане шумоизоляции, и это прям заметно, заметно очень хорошо. Я это говорил, отмечал на шестерке, на последней CX-5, которая всегда была, конечно, классом ниже, да. Это CX-9, она больше, как вы поняли, связана с шестеркой, и здесь шумоизоляция, ну, просто великолепная. Это реально, вот по шумке это премиум. Это, кстати, основная вещь, которая, в принципе, отличает машину премиального класса от более бюджетных каких-то подделок. Здесь это есть. Шумка, реально огонь. Что касается динамики, то, что я вот рассказывал, вы знаете, ну, такой прям, чтобы совсем уже ураган на динамики, на самом деле нет. Все-таки чувствуется, что машина тяжелая. Чувствуются вот эти вот инерции, знаете, когда перемещение распределения масс, когда вы поворачиваете. Нет, она не валкая. Она, крены здесь прям не такие огромные, но все равно вот эта вот масса, тяжесть, она здесь ощущается именно вот на вот этом перераспределении. Ну, честно скажу, так даже лучше, так комфортнее, потому что едет она реально, ну, я не знаю, поедем на Гравейку, посмотрим еще, но пока по городу, по вот этим стыкам как-то даже, даже хорошо прям, даже прям здорово. Вот, оп, отлично. Единственный косяк, это классический косяк вот этой Мазды, этого дизайна, это Коди, как она называет, стиль. Вот, это фишка с зеркалами. Длинный, длинный капот, такой агрессивный клюв и задвинутый, черт знает, куда зеркала. То есть, они стоят не в уголках, они стоят ближе сюда, и если, допустим, еще к левому, я как-то боковым зрением привык быстро, то выворачивать голову, посмотреть на правое, я, честно говоря, не привык до сих пор, потому что оно, конечно, может быть, и дает и больше считается угол обзора, чем ближе зеркала, но чертовски надо сильно крутить шеи, это очень непривычно. И я, честно говоря, здесь зеркало до сих пор еще, вот, до сих пор пытаюсь найти. Я это отмечал на всех, и на шестерках, и на тройках, и так далее. Здесь та же самая ерунда. Не то, что трудно, но очень непривычно, скажем так, очень непривычно такое расположение зеркал. Ну, не знаю, ну, как-то так. Стильно, красиво, наверное, вот, ну, надо привыкать, надо мириться, надо с этим как-то жить. Динамика, турболаг, ну, все равно, вы знаете, если хочется резко ускориться, все равно надо немножко ждать, пока она щелкнет коробочкой на низшую передачу, закрутится куда-то под 4, сделает вжжж, и красиво поедет вперед. Едет, стреляет, но прям с низов, ну, вот я, чтобы она не переключалась, ну, так, нормально, для бензинки нормально, но прям так скажешь, что прям дизельная такая паровозная тяга со самого низу, ну, трудно. Есть, конечно, турбоямы не ощущаются, действительно, вот это можно сказать, что ее нету, но прям такая, чтобы уже, ух, с самого низу, ну, с двух везет, с четырех еще веселее везет, скажем так, поэтому, ну, как тут объяснять, ну, как-то вот так, да. Померяем разгон 0-100, значит, я включаю спортивный режим, отключаю трекшн-контроль, ручной я не буду, просто в драйве, наверное, одна педаль, просто разгон 0-100, так, приборы готовы, пул, поехали, давайте проверим. Как она бодро со старта взяла, а? Прямо удивительное дело. Ну, сколько этот автобус разгонится? Фу, 7,9. Вы знаете, ничего, по ощущениям, по ощущениям, кажется, даже быстрее. Вот, мягко, так знаете, так слегка покачиваясь на волнах, и тем не менее, 7,9. Ну, еще раз повторюсь, я не знаю, какой дилер заправил мне вместо бензина, но, поверьте мне, если даже инженеры Mazda говорят, что на высококтановом бензине будет результат лучше, значит, может быть, и еще лучше. Может быть, есть смысл попробовать и сотый, и какой-то еще бензин, не знаю, надо посмотреть. На старте какая-то прям за задержечка небольшая есть. Прям не сразу как-то на рвет, но прикольно. Ну, 7,91, 8,02. Из восьми, короче, машина выехала, 7,9. Одна, одна десятка погрешность, плюс-минус туда-сюда, ветер, разное направление, короче, едет стабильно в свое время. Напомню, мы меряем при помощи вот этого прибора V-Box Sport. Это 20-герцовый датчик, достаточно точный. Телефон в данном случае используется просто как способ отображать информацию, которую снимает вот этот вот V-Box. Ну, что сказать, действительно, машинка едет очень бодро, то есть, для такой массы, для таких размеров это очень хорошее время. Честно говоря, мне бы больше и не хотелось. Вот. Увеличивать динамику, достаточно мягкий, комфортный автомобиль, чтобы увеличивать его динамику, надо его делать значительно-значительно жестче. И, честно говоря, баланс автомобиля просто пропадет. В данном случае баланс характеристик здесь на высоте. И что-то менять, мне кажется, только его испортить. Машина именно самодостаточна, машина хороша в той совокупности, которой есть сейчас. И что-то здесь изменяет у меня лично вообще никакого желания. Вот съехали на такую, скажем так, полупроселочную дорогу. Здесь асфальт, но он такой немножко горбатый, классический такой белорусский асфальт, который крутит пропеллером на всем протяжении. Машина достаточно устойчива. Нет, но чувствуется, что она, конечно, высокая, немножечко вот это пошатывание присутствует, но беды нету. В принципе, достаточно прогнозируемая. И я вам скажу, что ездит достаточно мягко и комфортно уже даже здесь это заметно. Вот в этих вот стыках, ямках, ничего не отбивает, ничего не стучит. Нет вот такой фольксвагеновской пережёсткости. Она именно комфортная, мягкая, то, чего современных паркетникам уже как бы не хватает многим. Мазда движется в правильном направлении. Это есть, это заметно. Ну и понимаете, вот когда выбирают машину, бывает берут себе местную машину, будут большие равные машины с мостами. Здесь независимо от подвески, это априори будет комфортнее, потому что неподрессоренная масса ниже. У равных машин мост это 100 килограмм, это огромная масса, которая прыгает снизу и которую нереально успокоит. Поэтому здесь будет мягче однозначно. Ну давайте съедем на совсем убитую дорожку, вот здесь с ямами, с корчами такими вот камнями валяющимися, очень неровная, очень горбатая. Давайте прокатимся здесь. Ну вот едем 30-40 и в принципе нет желания пока скидываться. Да, сейчас начнётся побольше ямки, но всё равно едет очень даже комфортно, я бы сказал даже прекрасно для такого автомобиля. Да, конечно, длинная база заметна и здесь, она меньше козлит, меньше подпрыгивает зад, как бы спинка сидений вам не стучит по позвоночнику. Ну и совсем большая яма, я всё-таки немножко приторможу. Ну что сказать, допустим, тот же МЭРС, ГЛЦ, на котором я ехал, мы здесь ехали со скоростью пешехода совсем медленно, здесь я только в одном месте слегка притормозил и тот прямо стучал подвеской, прямо, может, так, до пробоев. Здесь всё глотается, отрабатывается, достаточно комфортно, ну вот продолжаем ехать по вот этим ямам, ухабам, вообще никаких проблем, я даже вот смелился, даже 50 кетов сейчас набрал, всё глотает, всё отрабатывает. Комфортная машина, комфортная, и прямо вот, прям нравится, как она едет. Я её сравню, наверное, с Nissan Pathfinder'ом Infiniti Q60, потому что там тоже была достаточно длинная база, они, кстати, примерно одноклассники, конкуренты. И та тоже ехала достаточно комфортно, именно по плохим дорогам, независимые подвески, это, конечно, в данном случае большой плюс, это мягко. Вот, и здесь всё настроено тоже очень хорошо, мне нравится, я, скажем так, поставлю большой, жирный плюс. Выехали мы на паркинг, на парковку, пока просто без фишек, попробуем покрутить, посмотреть, как у неё с кренами, как она себя ведёт. Давайте попробуем её пошатать. Ну, ребята, тут нечего даже ставить конусы, нечего даже пытаться ставить наши фишки. Достаточно большие крены, это прямо ощутимо. Скользит именно мордой. Ну, для такого большого нагруженного автомобиля, с длинной базой, в принципе, наверное, это характерно. Возможно, он пытается немножко подкручивать задним приводом, включать, в полной смысле, подкручивать немножко машину в повороте, но помогает это у него сильно, потому что машина очень длинная и сделать это достаточно тяжело. В принципе, это характерная вещь. Это такой немножко всё-таки такой семейный универсал, скажем так. Главная фишка у него, конечно же, не вот эта вот быстрая езда между конусов, это не его конёк. Это в экстренной ситуации эта машина, в принципе, отрулит, отъедет, потому что оно не пугает, но вот это вот характерное плужение мордой, оно действительно заметно, оно есть. Я не скажу, что прям как у Хайлендера, который вообще не поворачивает нигде, ну, буквально небольшое отклонение руля, и она сразу становится на внешнюю кромку переднего колеса, заваливается, начинает скользить. Поэтому, ну, чуда, как говорится, не произошло. В принципе, всё на самом деле ожидаемо. Ну вот, мы выехали на Кольцевую, Кольцевая у нас после зимы, как обычно, вместе со снегом сошёл и асфальт, достаточно шумно из-за этого, но тем не менее, давайте вот где-то переместимся куда-то в более свободную полосу. Ну вот, мы едем на круизе сотку, вот давайте послушаем, какой уровень шума у нас в автомобиле. Вы знаете, 58, 59, 60 дБ реально прям тихо, прям тихо. Это вот современная тенденция Мазды. Маздам всегда не хватало шумоизоляции. То есть, всегда было такое ощущение, немножко консервная банка в тех старых поколениях. Сейчас они сделали огромный шаг вперёд. Прям с шумкой поработали ну очень хорошо, вообще никаких претензий, потому что на кольцевой ехать и получать 50-80 дБ это практически премиальный уровень, ребята, это уже серьёзная, серьёзная заявка. И говорить о том, что эта машина чем-то там как-то проигрывает по уровню оснащения и комфорту, ну, я не знаю, мне придираться здесь вообще не к чему. Машина действительно серьёзная. Касательно движения на кольцевой, ребятки, и вот электроусилитель абсолютно в норме. То есть, когда-то я ругал на первых, первые тесты Mazda CX-5, ещё до вот этого вот рестайла, ещё такие немножко более округлые, без острого клюва, которые ещё были, там у меня находились проблемы. Ну, сейчас, ну, вот они, ну, всё сделали, что надо, ребята. Электроусилитель работает превосходно. Вообще никаких проблем, никаких отрицательных ощущений пока нет. Я попробую проехать быстрее, мы выедем там, где-то разрешено. Вот. Ну, супер. Ну, вот прям пока что всё супер, мне всё нравится, меня всё устраивает. Что можно сказать по движению на высокой скорости? Ну, это такая классическая болячка Mazda, которую они до сих пор так и не вылечили. Это отсутствие адаптивного круиза, потому что вот этого лично мне, конечно, не хватает, у конкурентов это есть. Связано это, понятно, уже много раз это обсасывалось с различными вот этими частотами, разрешениями, сертификациями, потому что для своих рынков всё это присутствует, конечно же, есть и работает, но вот у нас пока беда. Вот единственное, чем можно придраться в Mazda CX-9, потому что всё остальное здесь работает хорошо. Открыл и скручил, едешь комфортно, приятно и так далее. По безопасности, по всем остальным системам Mazda на самом деле нашпигована ничем не хуже всех остальных конкурентов при желании. хочу отметить даже проекцию, которая, кстати, здесь, ну там, за лобовым стеклом она светится, не на стекляшечке, как было в первых версиях, кстати, мне это тоже вполне даже было достаточно лично для меня и стекляшечки. Здесь-то проекция, там как бы за лобовиком прекрасно, регулируется, высота, опускается, подстраивается, размеры, всё это из меню можно настроить, ну, нет проблем. Навигация, кстати, может быть, и карты навигации для Минска, Беларуси есть, для России тоже, в данном случае их пока нету, но это всё можно отдельно дозаказать, сделать и поставить. Проблем здесь серьёзных тоже быть не будет, ну, в принципе, нормальная карта. Что ещё, когда вы поставите карты, начинает работать система предупреждения о знаках, о скоростных режимах, прямо вам там пишет скоростной режим, если вы превышаете, можно настроить, она будет ещё и ругаться, пищать, и вам говорили, что вы тут валите слишком быстро, тоже хорошая вещь, но вот такая фишка работает только, когда вы поставите карты, не знаю почему, хотя с картами это вроде как не связано, ну, из того, что удалось потестить на других автомобилях. Проедем на более высокой скорости, просто попытаемся оценить, где пределы этого автомобиля, до какой скорости на нём ехать ещё комфортно, с какой скорости это уже начинает немножечко напрягать. ну, пока мы набрали где-то 140-150, в принципе, проблем никаких я не испытываю, на самом деле, сейчас, есть вот это вот ощущение такого немножко мягкого автомобиля, когда она немножечко так вот покачивает, где-то переезжает неровности, это делается плавно, это не пугает, ну, и за счёт вот этих больших ренов, немножко замедленная, конечно, реакция на руль, хотя, опять же повторюсь, меня здесь всё устраивает, она очень прогнозируемая, ну, вот 140-150 едем, пока никаких проблем, пока достаточно уверенно, ну, даже 150, ну, где-то после 150 уже вот эти вот покачивания немножко становятся резкими и уже немножечко начинает это всё делать чуть-чуть, чуть-чуть уже напрягать, то есть вот быстрее, я понимаю, что можно валить ещё и гораздо быстрее, но уже, наверное, будет не очень комфортно в плане того, что уже начинаешь немножко напрягаться, немножко крепче держать руль и по тормозам, по динамике тоже ощущается, что машина достаточно тяжёлая, то есть не скажешь прямо, что их не хватает, нет, всё здесь хорошо, но именно ощущение от вот этой тормозной динамики есть такой момент, что, ух, тяжёлый автомобиль. В принципе, пока для паркета машина едет очень хорошо, паркет длинный, опять же, это увеличивает комфортно в высоких скоростях и на длинных перегонах, то есть чем длиннее база, тем меньше нас вот это всё пугает, она меньше козлит, она лучше держит прямую, это всё здесь тоже как бы заметно и чувствуется. Конечно, можно сделать машины, которые будут валить значительно быстрее, можно сделать машину, которая будет ехать там и две сотки без особых напрягов, да, для водителя, не так сильно, ну, на двухсотах, на двухсотах в принципе страшно на самом деле, вот, но тем не менее, можно сделать это будет наиболее, так вот, надёжно, но при этом машина будет супер жёсткая, супер зубодробительная, вот, невозможно будет на ней перемещаться в городе. Здесь именно упор сделан на такой, каждый днев, скажем так, на регулярное перемещение, и я, в принципе, это поддерживаю двумя руками. Машину, скорее всего, не настраивали в этом, чёртова, в Нью-Бургинге, и поэтому она едет достаточно приятно именно для обычного водителя, для гражданской езды, она очень хороша. Пока моё такое впечатление. Итак, давайте постепенно подводить итоги, подводить наш тест-драйв к концу, что хочется отметить по этому автомобилю. Вы знаете, в целом, автомобиль оставил такие положительные впечатления, несмотря на то, что вот, есть, конечно, вопросы там по поводу багажника, его объёма, в сложном положении какой-то слишком высокий пол, наверное, это такие мелкие придирки, но я больше просто не знаю, к чему придраться, да. Что-то вот я нашёл в салоне какой-то проводочек, но это тоже, ну, такая, кажется, мелочь и пустяк, что даже не знаю, потому что в целом, концептуально по главным функциям автомобиля, по главным его характеристикам не особо придраться к нечему. То есть, он, автомобиль как автомобиль достаточно хорош, здесь нормальный, честный гидротранс, хорошая коробка, в принципе, более-менее нормальный мотор, Mazda сильно никогда не косячила, с моторами, прям так, чтобы серьёзно, поэтому хочется надеяться, что этот мотор будет отлично, отлично ходить долго, ресурсно, без проблем, по динамике, мне тоже особо вопросов не было, этой машины там 7,9, которые я разогнал, мне кажется, вот так вот, с головой, так что, впечатление реально положительное. Да, длинная машина, по сути, знаете, как хочется сказать, что с рынка же ушла Mazda 6 в кузове универсал, вот, по сути, вот я сейчас еду на таком Mazda 6 в универсале на стероидах, такая раздутая, раскачанная Mazda 6. Ну, наверное, так оно и есть, потому что, по сути, эта тележка-то одинаковая, всё это сделано на одной базе, так что всё здесь, поэтому отчасти, поэтому она и неплохо едет, достаточно комфортно едет, в плане того, что отказывается, и тяжело заходит на траектории, что скользит, пропихивает морду, ну, это не такой уж и большой косяк, для машины, для таких размеров, для такой массы, бороться с этими инерциями достаточно трудно, поэтому это, наверное, нормально, из конкурентов, свойствую машину, которая бы заезжала, повороты лучше, я, на самом деле, я не могу найти какой-то пример, потому что, всё плужило, Highlander вообще не поворачивает никак, ещё хуже, чем это, Kodiaq, жёсткий, как сама смерть, зубодробительный, точно так же скользил, пропихивал морду, пропихивал перед, Pathfinder Q60, да где-то сравнимо, на самом деле, поворачивают, в принципе, одинаково, на самом деле, может чуть-чуть райца есть, но незначительная, при этом всё равно машина, достаточно комфортная, так что, по совокупности характеристик, по шумоизоляции, по комфорту движения, мне кажется, сегодня это один из неплохих вариантов, именно неплохих вариантов, вот в этом классе, семи местных сёвов, и придумать что-то радикально лучшее, мне кажется, сегодня найти, точнее, найти будет трудно, потому что, если идти, ещё раз вставить в равные машины, это слишком, слишком жёстко, слишком тяжело, неуклюже, плохо на трассе, раскачка, мосты, рамы, всё это, конечно, не нужно, ни в городе, ни на дорогах, только в лесу, на самом деле, поэтому, если вы не являетесь, каким-то фанатом, бездорожья, серьёзного, то, наверное, машина класса, Маза ЦХ здесь, будет гораздо, гораздо лучше, интереснее, мягче, комфортнее, вообще, касательно расхода, что сказать, все спрашивают расход, но на текущий момент, я проехал, там, порядка 150 км с утра, сбросил счётчик, сейчас 11,7 литра расход, ну, для такой массы, для этого мотора, мне кажется, ну, нормальный, обычный, средний расход, я понимаю, что можно, там, и пятнашку, и 25, из него выжить, наверное, есть и такие, талантливые водители, наездники, как я их называю, но у меня вполне нормально, машина выехала из 12, за время теста, к текущему моменту, не знаю, что будет к вечеру, но пока, машина расходом, прям так, чтобы сильно не пугает, как-то так, поэтому, в целом, машина неплоха, машина неплоха, я думаю, что, из конкурентов, это достаточно разумный, хороший выбор, вот, ну, а на этом и всё, до новых, до побочения, Продолжение следует...